На протяжении 9 лет Анатолий Деркачёв судится со скандально известным валют-транзитбанком. Он требует возместить моральный ущерб за годы ожидания своих сбережений. В 2003 году мужчина открыл в ВТБ два депозитных счёта. Договор был заключён на 4 года. На один Анатолий Николаевич положил миллион тенге, на другой – 20 тысяч долларов США. В 2006 году, узнав о ближайшем крахе банка, Деркачёв решил расторгнуть договор и забрать сбережения. «Написал второе заявление, прошу выдать денежные средства с возвратом всех вот этих, и вознаграждений, и всё. И они мне всего отдали только 600 тысяч. Всё. И осталось у меня там 400 с чем-то тысяч. И на этом башня. Стали они мне крутить, вертеть. И в течение года они со мной не рассчитались. А два доллара они мне ничего не дали». После этого начались долгие судебные разбирательства. Анатолий Николаевич законным путём решил вернуть свои сбережения. Причём с процентами. Сработало. Через год бывший клиент валют-транзита получил гарантийное возмещение в размере 700 тысяч тенге по первому депозитному счёту. А когда в 2007-м валют-транзит банк обанкротился, мужчины, как и другим вкладчикам, перестали выдавать деньги. Беда постучалась в двери к Анатолию Деркачёву не одна. В это самое время главе семейства понадобилась большая сумма. Больная жена нуждалась в дорогостоящей операции. «Пишу заявление, прошу. Написал и в Караганду, и вот этой Токмурзиной. Написал, говорит, дай мне деньги. Мне жену надо срочно везти в Точтенке. Я уже договорился. Деньги дай. Она мне отвечает, а по четвёртой очереди получу. Какая четвёртая очередь? Человек вот здесь лежит больной, не двигается ничего. В туалет её ношу, в туалет её приношу. Ты деньги давай. А она отказала. 28-го, 04-го, 10-го года она умирает. Не выдирала. Умирает. После смерти жены Анатолий Деркачёв вновь пошёл по всем инстанциям. Писал заявление и в прокуратуру, и в суды. Полную сумму вкладов от банка он получил в 2014-м. Ликвидационная комиссия выплатила всё до копейки. На момент утверждения реестра требований кредиторов претензия его составляла 3,247,098,41 тенге. То есть зафиксировалась она в национальной валюте, так как у нас расчётов нет в иностранной валюте. То есть в реестр вошла сумма 3 миллиона. До 27-го, 8-го, 2014-го года исполнены требования в полном объёме. 16-го июня 2014-го года. То есть денежные средства в сумме 414,125,06 тенге и 22,867 долларов США из расчёта 183,51 за 1 доллар. Общая сумма 4 миллиона, 185,435 тенге, 52 тенге. Перечислено на счёт Дергачёва Анатолия Николаевича в АОК «Аспи-банк», указанный данным банком. То есть он эту сумму уже получил через «Аспи-банк» в июне 2014-го года. Этих денег Анатолию Деркачёву казалось мало. Теперь он требует от банка возместить моральный ущерб за долгие годы ожидания, учитывая инфляцию. По его подсчётам банк должен ему свыше сотни тысяч долларов. Если его требования не удовлетворят казахстанские суды, то пожилой мужчина намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.